Русский национальный язык многогранен. Кроме литературного языка, который по своей значимости является центром системы национального языка, существуют и другие его разновидности. Об одной из них, территориальных диалектах, мы беседуем с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета Ольгой Владимировной Васильевой. Здравствуйте. Здравствуйте. И мой первый вопрос. Каково место территориальных диалектов в системе национального языка? Национальный язык — это достаточно сложное образование. И если мы считаем, что литературный язык, кодифицированный, является вершиной нашего условного языкового айсберга, то территориальные диалекты — это основание нашей лингвистической горы, потому что их много, они разнообразны. А литературный язык один. И литературный язык от говоров отличает очень много признаков. Это не только его единичность на фоне многочисленности, бесчисленности, можно сказать, русских диалектов, но и это, конечно, прежде всего его нормативность, его кодификация, что означает признанность норм в масштабах всей нации. Тогда как территориальные говоры имеют все-таки местную форму существования. И нельзя сказать о том, что диалекты лишены каких-либо норм. Эти нормы свойственны русским говорам на всех языковых уровнях, и на уровне фонетики, и грамматики, и лексики, и синтаксиса. Но эти нормы не общие обязательно, в отличие от норм литературного языка. Литературный язык, в отличие от диалектов, имеет не только устную, но и письменную форму существования, что создаёт тоже интересную позицию, поскольку диалекты, лишённые строгой формы своего воплощения, более свободны в развитии и дают историкам языка и филологам, изучающим современное состояние языка, массу интересных языковых фактов о языковой динамике. Литературный язык отличается от диалектов и своей стилистической вариативности, потому что мы помним о том, что такое язык художественной литературы, язык научной разновидности, язык официальных документов, язык публицистики. Это всё разные лица литературного языка. Тогда как говоры, существующие в устной форме, отвечают первичной языковой потребности, потребности общения. Территориальными говорами занимается диалектология. Но говоры интересуют также историков языка, поскольку современные диалекты являются хранилищем очень разнообразных исторических фактов развития русского языка. Например, ещё в XV веке системой гласных фонем была потеряна фонема ядь, тогда как разные её рефлексы, воспоминания о том, что такая фонема была в системе русских гласных, в современных диалектах существует. Потому что мы видим на месте гласного, восходящего к этой особой древнерусской фонеме в одних диалектах звук «и», «гди», «сина», «лито». Так звучит в новгородских говорах. Где-то там будет звучать дифтонг, «где», «лието». Где-то этот гласный совпадает «с», так же, как это представлено и в литературном русском языке. И таким образом мы видим, что русские говоры, развиваясь параллельно с литературным языком, всё-таки имеют языковые особенности на разных уровнях. Допустим, в диалектах господствует согласование между подлежащим и сказуемым по смыслу, а не по каким-то формальным грамматическим особенностям. В частности, очень часто мы можем услышать в русских диалектах фразы «молодёжь гуляют», где, вопреки единственному числу подлежащего, сказуемо стоит во множественном, поскольку существительно обозначает совокупность людей. И таким образом историки языка очень часто обращаются к данным русских говоров для поиска ответов на разные вопросы в историческом развитии. Считается, что большинство диалектных особенностей сложилось в эпоху феодальной раздробленности. Это действительно так, поскольку на протяжении ряда веков русские отдельные территории существовали изолированно. Это создавало хорошую почву для формирования особенностей, в том числе языковых. Но любопытно то, что многие диалектные явления имеют гораздо более длительную историю существования. Например, цоканье, столь характерно для русского севера, отмечается в древнейших новогородских текстах и в берестяных грамотках старшего периода, и в первой новогородской летописи XI века, то есть еще задолго до того, как сформировалась феодальная оппозиция. Археологические изыскания на Псковщине показывают, что некоторые диалектные особенности формировались еще раньше, поскольку разные типы захоронений, сохранившиеся на Псковщине, говорят, что эти земли заселялись разными славянскими племенами. И наряду с другими факторами это послужило основанием для того, что современные псковские говоры, так скажем, центральной части, южной, северной, друг на друга не очень похожи. Ольга Владимировна, а когда зародилась диалектология? Давно ли изучаются русские диалекты? Дилектология зародилась, как и многие науки в XIX столетии, хотя первым вот этот термин диалект ввел в наше научное общение Михаила Васильевича Ломоносова. Вот он в первой российской грамматике в середине XVIII века писал о том, что в русском языке существует три диалекта. И сам, будучи северянином по рождению и прекрасно зная северные особенности, тем не менее отдавал должное московскому диалекту, как он его называл, понимая, что языковое будущее именно за этой формой языка. Однако серьезное научное изучение русских ковров начинается позже, в XIX веке. В 1845 году в Петербурге создается русское географическое общество, при котором есть отделение этнографии. И с этого времени начинается планомерное собирание этнографического материала по разным российским губерниям. И таким образом в Петербурге собираются интереснейшие записи фольклорных текстов, которые издаются в периодических сборниках. А впоследствии в XIX веке выходят и такие известные собрания, как собрание Сахарова, Рыбникова, Афанасьева, впоследствии Гельфордин, Кончуков. И все эти фольклорные тексты были записаны в тех или иных российских регионах и звучали на том или ином русском диалекте. Вместе с тем и географические исследовательские экспедиции, организованные обществом, также способствовали развитию диалектологии. Хотя основная задача была исследование сибирских дальневосточных регионов. Вместе с тем исследователи создали подробнейшие списки местных названий как реалий ландшафта, так и местных названий рыб, водоемов, каких-то животных, которые водились в том или ином регионе. И это тоже послужило базисом для дальнейших диалектологических исследований. С другой стороны, если подойти к языковому изучению русских говоров, то именно в XIX веке у нас впервые издаются интереснейшие рукописи, которые хранятся в Румянцевском музее, в других рукописных собраниях. Издаются работы Буслаева, Аксакова, посвященные истории как древнерусского языка, так и старославянского. В филологию приходит Измайл Иванович Срезневский, который в середине XIX столетия говорит о том, что необходимо исторически изучать язык в связи с историей народа. и высказывается впервые о формировании русских говоров. Классификация русских диалектов разрабатывалась постепенно, она уточнялась на протяжении XIX века, но уже в середине столетия было понятно, что диалекты северных и южных регионов друг от друга существенно отличаются. Всем известная полувековая собирательская работа Владимира Ивановича Даля привела его к мысли о том, что следует говорить о разных наречиях в составе русского языка. Конечно, это была еще не современная терминология, но мысль о том, что нужно изучать отдельно русские говоры, в филологии уже ясно сформировалась. После Даля следует, конечно же, вспомнить такого выдающегося ученого, как Соболевского, который изучал и не только историю языка, но и русские говоры, и он читал лекции по русской диалектологии в университете. Ну и, наконец, на рубеже веков, конечно, крупнейшая фигура отечественной филологии — это Алексей Александрович Шахматов, который, будучи по основным своим интересам историком языка, прекрасно понимал всю важность изучения русских говоров в связи с историей языковых изменений. И сам участвовал во многих диалектных экспедициях. Он собирал и фольклор на русском севере, но предпринял и ряд, собственно, лингвистических поездок, в результате которых вышли сборники, посвященные описанию архангельских и оланецких говоров. Шахматов был не только замечательным собирателем диалектового материала, но и выдающимся организатором, потому что именно он организует при обществе русского языка и словесности диалектологический центр, который, собственно, и начинает планомерное изучение диалектных особенностей. И именно Шахматов является автором программы по сбору диалектных явлений разных уровней. И программа была очень обширна, издаёт отдельно вопросник по северно-русскому наречию, по южно-русскому, потом их объединяют в сводную программу. И это закладывает основу, собственно, научного описания русских говоров уже в XX веке. Субтитры создавал DimaTorzok